Чизма Сейчас она в тихом лесу Зовы там больше не живут Когда-то я ходил туда через тот водоем Но теперь вода грязна и зловонна Впрочем, есть один способ В роднике, что на западе Застихла большая мельница Если ее запустить Воды снова станут чистыми Я бы рад пойти с тобой Но я нужен, Моки, здесь Впрочем, тебе не придется идти в одиночку А вот огонек Отборец древнего света Некогда сиявшего здесь Пусть его голос станет твоим спутником в этих опасных краях Голос леса Последний раз я видел духов очень давно И давно не покидал эти топи Но я справлюсь Роднику нужна наша помощь Да Ступай к Родникулу Научи воду течь как прежде Ясно Так Голос леса Теперь он будет с нами Он выглядит изнеможденным Ему очень сложно держать упадок Под контролем Вода здесь мутная Рыбачить нельзя, плавать тоже Вода плохая Водя тоскливо Мельница затихла Потому-то вода не движется Угу Ну ясно Даже Если бы у нас была возможность идти дальше Допустим Плюнуть на помощь Моки Кволоку и всему лесу А ну секундочку Может быть я могу Ясно Если бы была возможность Плюнуть на их Плюнуть на помощь для них Я бы все равно Этого не смог бы сделать Я просто Не такой человек Просто представьте Если бы действительно Было бы Если бы разработчики Действительно сделали бы так Что вы просто плюете И идете спасать свою совушку И до свидания Это было бы конечно Очень круто Но Но нужно вернуться Нужно вернуться Нужно вернуться Ну хорошо Значит В принципе Нас Все еще сдерживает От Полного От полного Исследования Нас все еще сдерживает Все еще сдерживает Вода Ай зараза Как только мы сможем эту воду Излечить То мы сможем По итогу пробраться Действительно везде Вы же мне поможете Моки, да? Ну-ка Так, аккуратно Классно Вот это ощущение Контроля И персонажа В воздухе Ури не утратил Не утратил Вот вообще Нинограмм Можно кстати сейчас Попытаться использовать Хотя Можно попытаться использовать Эту муху для того чтобы Заблаться выше Если получится конечно Жалко что нельзя Рывок сделать вверх Угу Угу Я видел его В родниковых полях Ты и Квирла имеешь ввиду Ой Квирл Простите Токо Угу Хорошо Боюсь я буду еще долго путать Квирла с С Током Я Я Можно кстати использовать Их же снаряды Чтобы в них кинуть Кстати говоря Я думаю что их снаряды их быстро уничтожат Угу Угу Куда мы лезем кстати Я знаете я вообще-то думал вернуться вот сюда К старику Взять у него несколько Улучшений к примеру Молотовыми говорили у него посмотреть И отсюда сдвинуться сюда Я думаю что мы бы смогли пройти Но похоже нас хотят провести Каким-то другим путем Аккуратненько 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 Ури Ииии Ага Эй Кто это разрушил мою стену? Прости это был я? А кто здесь? А ну же подойди Хоть погляжу на тебя Хе-хе Кто ты такой? Там тока был кстати Ой Блин я прям Я прям прорведь оставляю в этом В этой коре Здорово Господи сколько здесь всего? Аааа Ёлки-палки Как я мог старика Моко Обзывать Не подожди Старик Моко Это и есть Старик Моко А это? Это мартышки какие-то? Боже какая же Какая же великолепная игра Это просто что-то Что-то невероятное После сложных убийств в думе Тут я просто Просто отдыхаю Морально Морально Духовно обогащая Что называется А вот и Моко А я могу с вами может быть поговорить? Нет? Но к Моко я не заберусь так просто Похоже Да? Ток расскажи мне что-то про это место Оно чертовски крутое А что это у тебя за бумажка, а чек? Ооо, четкий пунктир, яркий жирный крестик Да это же карта сокровищ Готов поменять ее на свою сумку для странствий А то мне явно понадобится сумка побольше Хе-хе, ты думаешь? Так, сумка Которая удобна для приключений, интересная нам Это будет наша теперь? Нет Нам нужен кто-то, кто любит приключения Пойти поговорить с тем Моко Как думаете? Эй, рад за... Рад тебя здесь видеть Здесь славное место для гноздышка Я правда пока не планирую обзаводиться жильем Говорят, старый горлик по имени Гром Хочет сделать поля еще красивее Для начала пусть воду очистят Фу! А воду-то мы очистим, не переживай Я им помогу, чем смогу Это, кстати говоря, раздолбанный фонтан духов Это ты, Гром? Да Я уже надеялся, что слухи правдивы, но вот ты здесь Дивен вновь стал домом для духа Это же надо, так быстро разделаться со стеной Да, строитель из меня уже не тот, что прежде Но я дал слово, устрою здесь пристанище для всех и каждого Кто пострадал от упадка Жители полей на меня рассчитывают Только, боюсь, ничего у меня не выйдет без руды Нужные материалы были заброшены, когда мои сородичи ушли в шахты А без них все мои мечты о пристанище пойдут прахом Будь у меня горлякова руда, я бы сделайте поле пристанищем для всех А сколько тебе надо? Ага Боже серьезно, мы будем потихоньку ремонтировать его пристанище Я хочу отремонтировать все Так, ну, во-первых колодец духа Говорят, старые духи переносились от одного колода к другому Но если усовершенствовать этот колодец С помощью горликовой руды мы сможем путешествовать по ним, но еще быстрее. Здорово, давай. Этим я сейчас и займусь. Хорошо все-таки строить, только так я могу называться настоящим горликом. Настоящих горликов уже почти не осталось. Если увидишь кого-то похожего на меня, берегись. Не все мои сородичи ушли от искажения. Искажения? Все это место, все эти существа выглядят гораздо более... Гораздо более цивилизованно, чем наш Нибаль вместе взятый. До того, как наш дом поглотили пески, духи чувствовали, что у горликовой руды огромный потенциал. Они так и не успели испытать то, что мы для них построили, но теперь ты здесь, и мы это исправим. Так, что еще мы можем сделать? Вот это что такое? Острые обстоятельства. Здесь повсюду растет лоза с колючками. Вот так выйдешь погулять, а присесть-то и некуда. Нужно помочь от них избавиться, ясно. Это было бы очень хорошо. Так, великолепно. Так, стоп. Это... Ага. Короче, мы обрастаем задачами. Мы обрастаем целые кучи всяких заданий. Это хорошо. Я не достану до туда. Давайте, знаете что? Пока мы сильно далеко не ушли, попробуем поговорить с тем... А, ну да, вода же. Давай попробуем переговорить с тем Моки. Может быть, он согласится собрать вот эту сумочку, у которой... А, с ним можно поговорить. Офер. Так, значит, он не Моки, я его перепутал. А, здравствуй, дух. Вот мы с тобой и встретились в полях. Слушай, а тебе же еще не доводилось бывать в родниках? Говорят, там скрыта старинная библиотека. Надо будет самому там все осмотреть. Глядим, что мы увидимся. Хм, ну давай. У нас довольно много всего. Давай возьмем... Так, удар духа. Мощный, размашистый удар. Это очень хорошо. Шип. Но говорили, что нам нужно как можно скорее открыть какой-то молот. Пламя. Начинаем гореть ярким светом. Мы бросаем вперед звезду. Она возвращается. Но я, честно говоря, пока не вижу ничего такого, что... Что было бы похуже на молот. Давай возьмем пока что удар духа. Нам в любом случае это все пригодится. Взрывной удар. О! А так удар духа с воздуха вызывает ударную волну. То есть теперь мы... Когда мы это возьмем, мы сможем делать удар по земле и разбивать себе новые пути, да? Я ведь не всему смогу тебя научить. Например, тому, чего и сам не знаю. Но я слыхал о месте, где хранятся знания. Старинные знания духов. На вход туда откроются. Только самым наблюдателем. Желаю удачи. Да, я уже понял, что мы должны быть очень внимательными. Так, для начала мне нужны Моки. Эть. Если он здесь еще, конечно. Боже, там было так хорошо. Привет! Тот врачливый птиц сказал, что все Моки благодарны тебе за помощь. Видно, лаповухость не мешает тебе заводить друзей. Да, вот общение с кулечки. Настоящим друзьям должно быть плевать, как ты выглядишь. На! Задница. Споймать ее снаряд, это... Кто же еще тех... Этих самых усилий стоит. Ладно. Я не знаю, кому нужна эта сумка пока что. Я думаю, что Офера она точно не нужна. Офера у нас не приключенец. По факту. Может быть, другому Моки. Вот, допустим, ты. Но к нему надо пробраться как-то. Я пока не могу этого сделать, к сожалению. Так, Тока. Тока нам, в общем-то, дал эту сумку. Она ему точно больше не нужна. Хорошо. Давай пока двинемся дальше. Может быть... Может быть, знаете, кому эта сумка у нас любит приключения... Нет, не приключения, а скорее... Короче, а... Люп. Ему, может быть, понадобится эта сумка для того, чтобы хранить больше карт. Как думаете? Сумка для странствий. Ну, вот как раз Люпа у нас и странствует. И мы попробуем ее передать. Я долго странствовал и пришел в родниковые поля. Здесь просто рай для Моки. Моя семья здесь понравится, но у нас нет дома. Горлик, пойми, Гром, искусный строитель. Может, он и сумеет нам помочь? Не волнуйся. Мы все сделаем. У вас будет... У вас будет новый дом. А, вот и мой покупатель. О, да, всегда рад тебя видеть. Твое имя произносится все с большим восторгом. Впрочем, в своих странствиях я слышал немало имен. Имена приобретают мои сверкающие осколки и уходят. О, да, все они звучат одинаково. Но возле тебя мои осколки сверкают ярче. Полагаю, следует запомнить, как тебя зовут. Но для этого тебе придется совершить что-нибудь этакое. Вот как, да? Ну, хорошо, я тебя услышал. Так, максимальная жизнь и энергия меняются местами. Это я прямо сейчас так делаю, да? Это не очень надо. Так, снижается затрата энергии на 50%, но мы получаем на 100% больше урона. О, господи. Мы получаем... Так, подожди. Это мы улучшаем или это мы покупаем сейчас новый осколок? Так, мы получаем из врагов на две сферы духовного света больше. Выглядит так, как бы, думаю, мы сейчас просто купим новый. Новый предмет. Тройной прыжок. Ух. Хочу. Очень хочу. Давай просто подкопим. Прости. Я просто хочу подкопить, чтобы купить у тебя что-то более грандиозное. А, здравствуй. Я пришел из топи, чтобы полюбоваться на родниковые поля. Здесь и правда красиво, но очень-очень светло. В топе солнце светит не так ярко. Так что мне приходится прятаться в тени. Вот бы мне шляпу. Например, такую, как вон та смешная. Но шляпы у меня нет. Вот та смешная-то какая? Вот та, которая носит... Та, которая носит вилы? Так, дай-ка секундочку. Да, вот мы, получается, мы покупаем новые осколки, либо улучшаем те, что у нас есть. Все. Все верно. Все. Хорошо. И здесь мы сможем пройти только тогда, когда мы как раз получим ту способность. У горлока хорошо. А мы... Матэйм. Ящерка? Змея? Ящерка? Аж не верится. Настоящий дуг в Нибане. И я с ним разговариваю. Облизи ты меньше, чем я думал. Но зато очень ярко светишься. Я лично предпочитаю особо не светиться. А вокруг, знаешь ли, небезопасно. Но тебе повезло. Я уже давненько за тобой наблюдаю. Исключительно, чтобы убедиться, что ты в порядке. Хочешь прочесть мои записи? Допустим. А, это летописец, грубо говоря. Сколько мы совершили прыжков, сколько мы всего взяли. Любопытно. Даже не знаю. Меня никогда интересовала эта информация. Может быть, кому-то она и была бы интересна. Но мне... А! Мне не особо. Так, а попробую отсюда. Может быть, там что-то есть наверху. Вот когда у нас будет тройной прыжок, может быть, тогда у нас и получится везде здесь забраться, да? Убрать все эти шипы. Очистить воду, наконец. Короче, дел у нас еще более чем хватает. А то я уже думал, что все, что мы уже можем везде пробраться. Нифига подобного. Так, и по итогу. Мы попадем, проверим слух о роднике вот здесь, да? Слух Твиллана. Окей. И, наконец, попадем в мельницу. Это, я так понимаю, это та самая мельница, которая находится аж... Аж там, далеко где-то. Что произошло? А! Оно растет. Угу. Я думал, что мы на ту мельницу вот прям аж на ту забраться никак не сможем. Тихо. Давай мы не будем пока что ее уничтожать. Мне кажется, что... Ага. Мне кажется, что она не... Тихо, тихо, тихо. Не даст мне нормально здесь себя чувствовать. Оно мне, знаете, что напоминает? Очень сильно напоминает мне... Что это такое? Нет! О, боже. Только не водяной, я тебя умоляю. Это мое слабое место. Не хочу. Мы всегда можем успеть защититься как раз с помощью нашей способности вот этой отталкивания от снарядов. Я помню, она мне очень нравилась в свое время, потому что она именно помогала нам. Именно помогала нам выжить. Отлично. Я даже не знаю, я теперь не хочу эту руду тратить на то, чтобы как-то улучшаться. Я теперь хочу ее тратить только на то, чтобы помочь. Их, не успел. Боже, как же здесь красиво. Просто невероятно. Я даже... Вы вообще видели, что произошло с тем местом, где... Где воссарил упадок? Оно просто сгнило. И вы видели, сколько сов было на фоне? Я только сейчас вспомнил о том, что наш совенок попал... Грубо говоря, на кладбище сов. Ой. Там кто-то спит, по-моему. А-а-а! Там клык! Тихо-тихо-тихо-тихо. Зайти дернуть его за хвост. А, нет! Это... Это берлога мед... Медведя! Ты же меня не съешь? Да ему... Ему вообще, в общем-то, все равно. Мне кажется, нужно дождаться, когда он проснется. Но если... Если сейчас здесь зима... Опа, Моки. То проснется он еще нескоро. Ой, здравствуй. Ты идешь туда, где холодно? Я тоже туда хочу. Эм... Я тоже туда иду. Хочу насобирать морозных ягод. Точнее, я туда собирался, но... Эм... Дорогу мне прекратил огромный медведь. Он спит. Я пощекотал ему нос травинкой, чтобы разбудить. Но ничего не вышло. Может, травинка была слишком маленькой. А может, это я слишком маленький? Я уже давно тут стою, а этот медведь никак не просыпается. Если на это что-нибудь покрупнее травинки, то попробую еще разок его пощекотать. Но у нас тоже ничего такого нету, пока что. А стоит ли его будить? Он нас не съест, нет? Хе-хе-хе-хе. Ладно, давай пока что сконцентрируемся, наверное, на... Роднике. Я хочу добраться до той травинки. Я не помню, что это такое. Точнее, даже не так. Я даже не знаю, что это такое. Кстати говоря, вот эта мельница. Мы до нее все-таки добрались. Вылайс! Я хочу наверх забраться. Там что-то есть. Мне кажется, нужен тройной прыжок, чтобы туда, видимо, как-то залезть. Он почему-то в эту сторону стрелять не хочет. Странно, ладно. Может быть, я смогу там с другой стороны как-то попасть? Там в воде что-то есть. Боже, нет, не хочу. Там что-то булькало. И это место мы тоже помним. Здесь течет вода из светлых озер. Она дает топям жизнь. Точнее, она текла раньше. Перед упадком. До того, как затекла мельница. Я теперь понимаю, как это все построил. Все эти мельницы, все эти домики для Моки, все эти статуи. Это все рук горлоков. Они такие же, как наш... Как вот этот наш народ. Божечки, я забыл. Влетел из головы, как он называется. Но все равно, даже тот народ, если вы поняли, о ком я говорю, даже он не настолько продвинут в плане механизмов, как горлоки. Я так посмотрю. Давай сначала переговорим с Уфером перед тем, как идти дольше. Может быть, он что-то подскажет? И снова здравствуй, дух. В общем, решила я разыскать ту старинную библиотеку. А ты, говорят, хочешь снова запустить колесо родника. Благородно. Вот только боюсь, из-за этой двери нашим планам придет конец. Она не поддается. И ты так просто опустишь руки в Уфер? Я уже давно пытаюсь ее открыть. Бесполезно. Ты знаешь что? Я пока продолжу тут ковряться. А ты поищи, как ее можно открыть. Вот так? Вот так просто, да? То есть, просто свалишь на меня всю эту работу? Ну, хорошо, допустим. Страшно представить, сколько еще таких мест может быть. Если у нас есть Нимбель, у которого были свои проблемы. Кстати, Нимбель не увядал. У Нимбеля начались проблемы только из-за того, что произошел вот этот обряд света. А Нивен, в принципе, увядает почему-то. Что у них? Может быть, не то, что-то произошло. Очень может быть. А, ну погоди. А если я уберу эту способность? Ясно. Значит, мы не будем ей все-таки пользоваться. Просто потому, что мы теряем в дальности. Из-за этого. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Даже не знаю. Я пока что пошел сюда просто потому, что у меня сюда глаза повели, но я... Тут, кстати, ток есть. Но я не уверен, что если нам и нужно запустить колесо, что это можно сделать с этой стороны. А, серьезно? Оно просто поросло. Точнее, не колесо, а дверь получается. Оно просто заросло слизью. Огра мне немножко напоминает... Немножко напоминает... Этого... Мартышку из... Нет. Плохо дело. Искрали ли вам? Так, фрагмент ячейки. Великолепно. Но если я залезу сюда, меня же это просто раздавит. Интересно, знаете, вот эту ячейку, она в итоге осталась со мной? Мы ее взяли чуть-чуть раньше, чем нужно было. Похоже. Нет? Она здесь и осталась. Можно, вроде, тогда вернуться, просто ссылаясь на то, что у нас будет... Не, много здоровья. Еще раз. А, смотри! Там есть... Там есть промежуток, в котором нас может не раздавить. А ну? Или у этого колеса нет такого? Не знаю. Нет, это невозможно. Давай лучше дождемся, не будем пока что испытывать судьбу. Лучше дождемся, когда мы очистим воду. Я же... Я уверен, что мы это сделаем. Когда-нибудь. Не мешайся! Нет! Простите, меня отвлекли чуть-чуть. Угу. Ау! Я думал, я тебя успею убить до этого. Каждый раз, когда я говорю, что мы убиваем этих существ, каждый раз я чувствую себя не по себе. Такое впечатление, как будто бы это плохо. Как будто бы эти существа, они просто, ну, просто под влиянием чего-то, а я их просто убиваю. Примерно такое же я испытывал, когда мы с вами проходили полого рыцаря, зная, что существа вроде бы как тоже под влиянием чего-то там были, помните? А мы их просто жестоко уничтожили. Тут, кстати, что-то есть? Может быть, все-таки можно проникнуть? Ахаха! Можно, смотри! Ух! Как интересно. Так, ну хорошо. Нам на самом деле нужно в любом случае сначала как-то эту воду очистить. Это будет нашим первым шагом к спасению Нивала. Я так понимаю, что... Не, ну нам в любом случае внутрь надо попасть. Ах, зараза! В любом случае надо внутрь как-то попасть, потому что... Я просто думал, что может быть внутри библиотека только находится. Но, видимо, внутрь мы в любом случае внутри механизма, скорее всего, найдем и все остальное, все, что нас интересует. Ну, идем. Будет долг и труден их пульс. Но семьи с него не свернуть. Гумо и Норо. Боже, мы... Если бы была такая возможность, я бы хотел бы им сказать, чтобы они нас не искали. Мы попытаемся сами вернуться. Но, блин, нет. Они все равно бы Настя не послушали. Они все равно за нами пойдут. Семья все-таки. Это же все-таки наша семья. Слушай, так механизм получается просто зарос. Я не знаю, кто постарался. Не думаю, что это... Оп. Не думаю, что это произошло само собой. Мне кажется, что что-то, что-то на это повлияло. Но, похоже, запустить его будет проще, чем кажется на первый взгляд. Нам надо просто избавиться от всей этой заразы, которая здесь поросла. Я! Хе-хе-хе-хе! Ага. Уже потихоньку начинает работать механизм, по-моему, да? Так, это нужно сделать аккуратно. Механизм, кстати, начинает работать, но этого недостаточно, чтобы вода пришла в норму. Слушай, может быть, я могу вот так сделать? Ммм. Что-то происходит, но... непонятно. С ними тоже можно как-то взаимодействовать с этими цветочками. Кстати, в этой порченной воде еще, помимо прочего, рыба всякая плавает. Помните? Мне интересно. Вот если мы эту воду... Если мы эту воду все-таки сможем... очистим, что происходит с рыбой в ней? Она вроде бы как привыкла плавать в порченой. И нам надо три тысячи осколков набрать. Надо помнить об этом. Эм... Серьезно? Ах! Ну... Нас предупреждали о тебе. Да боже, мы действительно убиваем. Серьезно? Давай будем считать, что мы их как-то очищаем. Я даже не знаю. Допустим. Так, у нас уже три осколка. Чтобы убрать колючки в городе, нужно будет всего-навсего пять осколков найти. Я знаю, где можно достать еще один, но до него нужно еще добежать. Так. Ого. Так, вот этого я, честно говоря, вообще не ожидал. То есть, можно карту отдалить еще дальше. С ума сойти. Я думал, что только вот так можно делать. Так, это родниковые поля, чернильные топи, лощина кволока. А это выглядит как раз, как, смотрите, видите, за кволоком как раз идет, просто идет пустыня и все сгнившее ничего не растет. Сразу за спиной кволока. Так, подожди, как это сделать? что мне вот не хватает таких игр, явно. Я все, я залип на весь наш карантин. Походу. А если я сделаю вот так? Получится? Угу. Вот эта вот субстанция, которая блокирует механизм, она, кстати говоря, живая, помимо прочего. как будто бы это же яйца какие-то чьи-то. Не вылупившиеся. Или собирается, или только собирается вылупиться. Кстати, там нас ожидает походу Люпо. Если мы до него сейчас доберемся, то надо будет приложить ему сумочку. Эть! Было опасно, но весело. О, да! Процесс начался, правда, это не совсем очистка, это просто слив отсюда, но тем не менее. Уже хорошо. Я здесь не... Ау-ау-ау-ау! Ну, может быть, и можно это сделать, если пожертвовать здоровьем, но лучше, наверное, дождемся, когда у нас будет тройной прыжок, да? Идь! Все, я понял. Чтобы ее уничтожить, ее надо атаковать чуть-чуть раньше, чем она взлетит. Да, и тогда мы сможем ее отголоском нашей атаки ударить. Ну, вы поняли, что я имею в виду. Люпо, тебе не нужна сумочка? Приветствую тебя, родниковой, на родниковой мельнице. Именно отсюда течет вся вода, ну, в смысле, раньше текла. Когда я только занялся картой этих шестерней, мне было немного не по себе, а вдруг они снова начнут вращаться? Но они уже давно неподвижны, словно слюнявый слизень в спячке. Пока что здесь безопасно, наверное. Давай, давай мне свою карту этих мест. Ого, боже правый. А, то есть, получается, у нас идет вот мельница снаружи и мельница вот внутри. Нам надо добраться до вот этого механизма, я так понимаю, да? Хорошо, допустим. Вот, гляжу на все эти шестерни, думаю, кто же это все сотворил? В этих изрелистых проходах и скрипящих шестернях очень тяжело ориентироваться. у них создателей и карты были? Наверняка ведь были. Я бы что угодно удал, чтобы хоть одним глазком на них взглянулось. Понять же, время ничего не щадит, а когда место меняется, ему нужны новые карты. Но он не хочет. Ему не нужна наша сумка. Но разве эту мельницу создали не... Эть. Эм... Как... Как их забы... Простите, я забыл. Ну-ка. Гром. Разве не... Средничи Грома создали это место? Нет? Ну, если он задается вопросом, то, видимо, нет. Еще глубже. Это, может быть, мы знаете, это мы сейчас выйдем вот здесь, это наверху. Ясно. Хм. Получится, нет? Нет. С этими фруктами надо взаимодействовать как-то иначе. очень интересно ну хорошо допустим не ну там рычаг этот рычаг нет я не могу этот рычаг мне кажется он должен открыть как раз эту дверь снизу разве не так смотри видите здесь очень много вот таких вот похожих на грома существ поэтому я могу предположить что все-таки создатели были именно они просто кому-то повезло кому-то не очень хотя это странно что их порча поработила а грому допустим нет да и порча вся порча должна была вроде бы остаться за спиной к волокам она как-то сюда тоже прошла о здесь был дух смотри на этом дереве висит один из таких плодов видимо мы сможем взаимодействовать так и с ними да притяжение так умение это крюк а ясно слушать здорово очень круто просто невероятно слушай так может быть может быть на каждом а это можно делать прям с большого расстояния супер но может быть можно было раньше увидеть получается ну имеется ввиду что может быть на деревьях были какие-то указатели того уж чем обладал этот дух господи сколько же здесь всего просто невероятно очень круто игра просто обрастает динамикой с каждым с каждым новым с каждым новым умением ток путешественник путешественником в роднике делать нечего из этих колес меня уже мутит не потеряя я здесь в прошлый раз компас ни за что не стала бы тут засиживаться может поищешь его он кажется был вон за той дверью ну ой если я буду там проходить так только выронил свой компас где-то неподалеку да садите сейчас я приду а и снова отвлекли что ж такое чтобы добраться до твоего компаса другой мой ток мне нужно будет запустить сначала половину этого механизма нужно будет запустить сначала половину механизма я ага а ну давай попробуем спуститься вниз ведь может быть я сейчас опять об этом пожалею наверняка же что если бы у нас вода уже было бы чистое здесь было бы проще находиться даже не думай даже не думай красота я думаю что вот эту штуку надо как-то попробовать сломать с помощью его как раз снаряда ну-ка я я я не помогло да ладно я 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 несколько таких снарядов туда запулить а ясно там был рычаг все это время а я все думал стоит туда спускаться или не стоит более чем стоило а теперь отсюда еще как-то выбраться надо а я уже начал думать что возможно понадобится какой-то там молот или еще что-то в таком духе чтобы открыть это дело так мы получили новый осколок который позволяет из арго забрать больше сфер жизни да не то чтобы это сильно надо было меня принципе устраивает меня абсолютно полностью устраивает все то что у нас есть так что у нас было внизу внизу по-моему была вода которую мы не мог которую мы не могли преодолеть да хотя подожди давай давай посмотрим что здесь мне помешало пройти дальше даже что а я вспомнил там внизу да там внизу была вода там внизу была вода которую мы не смогли просто пересечь ну в оба в обратном пути да слушай кстати говоря с помощью этих фруктов можно будет наверное тоже в можно будет в доме мог ой господи в доме у грома можно будет залезть выше наверное я правда не видел там таких фруктов чтобы они там росли но все-таки надо посмотреть внимательней идеально я уже не знаю где мы но мы сейчас доберемся таким образом до осколка если и если я сейчас возьму еще тот осколок про который я говорил ранее то нам уже будет хватать всего так вот сейчас надо действовать аккуратно всеми здесь очень проблематично сражаться так ясно получается что когда я цепляюсь кнутом за этот фрукт то кстати это могут быть побеги ивы я так подумал короче когда мы хватаемся за кнутом за эту ерунду то получается что она меня по инерции выкидывает в том направлении в котором я схватился левом просто клеимся вот подобный если вот такой вот фрукт у нас есть а а здесь испытание наверняка будет на скорость о слушай нам уже не надо нам уже не надо возвращаться за твою рудой этого хватит для того чтобы убрать все колючки из из города отлично а я не могу это пока активировать ясно кстати здесь тоже слуг был если мы сейчас сюда вернемся мы как раз можем забраться наверх скорее всего но я все равно сначала сначала хочу активировать эту мельницу а уже потом все остальное я правда не совсем понимаю а здесь есть собственно рычаг который который активирует это испытание от задница я не знаю я не вижу возможно где-то в другом месте активируется аккуратненько мы сейчас так просто заберемся на самую на самый пик этой башни ой башни говорю мильницы если сможем ммм я понял там в принципе есть своего рода секретик хорошо идем для начала поможем току а нам как раз сюда и надо было ясно я не думал что ходить приключение так тяжко особенно когда я не во что положить оу какая у тебя большая сумка подаришь спасибо огромное а я тебе тогда подарю свой старый мешочек с травами мешочек то старый а вот травы свежие свежие так теперь мне нужен кто-то кому понадобятся травы так хорошо так мы будем дарить перед дарите передаривать похоже я так ясно это нужно дождаться когда она будет крутиться ясно тихо 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 не знаю как у нас это получилось но я просто запаниковал здесь действительно очень опасно немножко напоминает богобольный уровень самую малость да что ж такое я не ожидал что ты побежишь на меня а вот это странно я его вроде бы ударил снизу вверх он должен он должен был но на секундочку мы справляемся уже сильно лучше чем раньше великолепно оффер где библиотека это старая мельница настоящий лабиринт но мешкать нельзя путь впереди не близкий я хочу обрести знания а ты починить мельницу и найти подругу да удачи тебя не будем терять времени вот чтоб я так же умел лазить ну кстати тут уже есть какие-то книги или что-то это даже не книги а это даже не книги это какие-то таблички что ли глефы я бы их назвал угу как интересно вся конструкция как будто бы перевернулась а ух как это было как это было странно и удобно если бы не эта странность я бы и не заметил бы что тут есть ить секрет ух матерь божья уверен вся эта конструкция уже очень давно не шевелилась ух 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 нет да лучше вот так прикрываться тут же нужно еще понять когда мне это нужно вот если сейчас это за этот рычаг дернул все опять переменится а надо ли оно нам может быть и нет хотя судя по всему надо потому что если этого не сделаю то хм а может быть оно того и не стоило может быть этого и не надо было делать ай потому что теперь мы не пройдем здесь нет но что то все таки поменялось то есть мы в итоге прокрутили ее несколько раз поставив ее в вверх ногами то есть в принципе теперь можно попытаться пройти через теперь вот та которая стреляет постоянно она находится наверху а мы теперь сможем пройти через низ да я же прав ой нет жуткое место я согласен а если бы у нас не было этого кнута я вообще не представляю что бы мы здесь сделали идеально ха 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 боже здрасте я тут просто хочу запустить я просто хочу сделать воду чище не мешайте а ну брысь отсюда кстати мы так и не нашли компас компас токо а вообще если так подумать эта конструкция реально не двигалась уже наверно десятки лет и тут мы взяли и и задвигали ее так а ну секундочку там как то там что то еще есть по моему вот здесь может быть только ошибся может быть его компас находится а выше а вот здесь где-то смотри как интересно а а а а а теперь нужно как-то проникнуть ить нет пока рано и надо как-то вот туда проникнуть проникнуть а а а все таки все таки чуками не подвелось здесь что-то должно было быть так для задания это как раз так положите глупу буду на коже ты на серость не легко ориентироваться на местности это как раз для тока Найти бы еще того, кому нужен мешочек с травами Токо, я нашел для тебя кое-что Мой компас, наконец-то, я у тебя в долгу Ой, держи, больше не в долгу О, поруда, супер Теперь я отправлюсь смотреть шедевры забытого мира Пока упадок не поглотил и их Может, по еще старинный храм, погребенный под песками В подветренных пустошах Или загляну вглубь под лунных нор Так много путешествий, так мало времени Кстати, это его выражение Подходит и для нас Так много путешествий, так мало времени Если его применить к Подешествиям в игровых вселенных Так, здесь что-то еще есть Прямо под нами Тихо Господи, какое же оно Вот эту штуку внизу нужно разломать Иначе она не будет двигаться Есс, я думал, что я ее, честно говоря, не достану Уже Хорошо У нас остается добраться только до самого верха, похоже И просто запустить Эту мельницу Офар Ты нашел то, что искал? Ори, в роднике некогда была великая библиотека Знания текли сквозь ее стены, будто вода Теперь было усеренно А вода затихла Ничего страшного Воду Вода скоро снова будет течь Я тебе обещаю Офар Легенды казались былью Дух Библиотека родника Ты только взгляни, сколько тут знаний Ну и здесь еще что-то Какая-то нечисть Чувствуешь смрад? Похоже Он доносится откуда-то сверху Может сходишь, проверишь Пока я тут читаю Допустим Давай вот это вот сразу возьмем Это тоже необходимая вещь, я уверен в этом А, я мог просто спрыгнуть вниз Так, ну-ка погоди А, так у нас молоток уже был Все это время Тю То есть вместо Ясно Я честно говоря Все это время думал, что это Просто улучшение нашего вот этого удара Хорошо Хорошо Не ничисть, говоришь? Хочешь сказать Что кто-то может поменьшать запуску родника Если это действительно так То какой ему Какой ему смысл? Зачем ему желать распространение этой заразы? Слушай, я не могу Похоже, там нужен тройной прыжок или что-то вроде этого Или знаешь, что еще можно попробовать сделать? Можно еще попробовать использовать удар Чтобы он у нас немножко Давай попробуем, ну-ка Хотя мне показалось, что я и так долетал Уже в последний раз О, смотри, здесь хорошая вода Она течет вниз и... Уже превращается в этот смрад Очень интересно Что это? Семя? Хотя, вы сходите, тусклое сечение Возможно, кто-нибудь подскажет нам, что это такое Слушай, а здесь нет ничего такого, чтобы, допустим, читать о предметах? Нет? Ну, нет, ничего такого Может быть, это семя ивы? Которое можно будет потом прорастить? Слушай, это было бы очень здорово То есть, допустим, кто-то уничтожил иву, поэтому начался упадок Но это семя Единственное, что, может быть, от него осталось Я смогу его просто взрастить снова И вернуть туда духа Если так, то это будет очень здорово Что это такое? Что это такое? От нее есть мрад Это чистая тьма, походу Идем же, поспеши Иду Иду, опор Но сразу пролом... вода поломилась Теперь главное выжить О боже Это глупое создание Если бы она там висела Вода бы не протекла бы дальше Нет Нет Беги, Ори Беги, беги, родной Да Давай, 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 давай Я не знаю, что с ним надо сделать Но нам главное не утонуть хотя бы Посмотри на эту На это чудовище Вода хоть и жизнь, но сейчас это для нас смерть Если настигнет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok